Всем привет! Хотите заработать 1 миллион рублей за 30 дней, сидя дома? Тогда перейдите по ссылке в описании видео. Между тем, своеобразная трактовка украинскими властями некоторых исторических событий вызывает возмущение даже среди их союзников. Бывший заместитель министра обороны Польши, известный своими высказываниями о необходимости поставок Киева наступательных вооружений, публично отрекся от своих слов в поддержку Украины. Как сам пояснил после решения Верховной Рады о признании боевиков украинской повстанческой армии борцами за свободу. Украинская повстанческая армия убила моего дядю. Они пригвоздили его вилами к двери сарая. Дядя умер только через три дня. Их дикость находилась за пределами человеческого воображения. Даже нацисты не додумались до того, что делали украинцы. И убивать поляков они начали еще в 1939 году, а не в 1943. Многие также не знают, а те, кто знают, в основном молчат. О том, что когда наши солдаты отступали к Венгрии и Румынии, их атаковали вооруженные украинские банды. Хотелось бы знать, какое будущее строит президент Порошенко. На основе чего? Кровавого национализма? Это ужасно. Субтитры создавал DimaTorzok